У нас хозяйство находится на востоке Ростовской области, зона рискованного землетелия, достаточного увлажнения. Я думаю, наоборот, этот год у нас наоборот чудной был, я думаю, что в следующие годы будет еще чутьнее. Потому что, ну как по последним наблюдениям, уже даже Ставропольский край начинает плакать. Вот я недавно ездил в сторону Дюбрюка, там уже практически дужно, ну не семечко не растет, не кукуруза, не соя тоже там практически. Поэтому, ну как есть такое мнение, ну не знаю, что широта почвно-климатической зоны, видите, у нас получается сместилось, вверх поднялось. Потому что сейчас можно смотреть, что с северо-Ростовской области, вот уже последние, не знаю, 3-5 лет, в шоколаде было. Вот, то есть остатки сместились в ту сторону. У нас еще куя-как перепадает, ну в Краснодаре, не знаю. У нас, в общем, неравномерное выпадение остатков, и кому-то повезло, кому не повезло, буквально там, считанные метры, можно сказать, сейчас львее. Я в сельском хозяйстве 25 лет, в прошлый год, конечно, был, ну в каком плане необычный. То, что мы сели в облалу, я в 25 лет, года 3, наверное, в облалу сели, то есть сели как положено, сели как положено в облалу. Мы начали сели 25 лет назад, 10 сентября, потом 15-го. В этом году мы начали селить 20 сентября, это не паровые предшественники, а пары начали селить с 25-го, даже с 1-го октября. И даже 25-го сентября не сели, ну они в зиму уходили переросшие, потому что осень была теплая и влажная. Поэтому, я еще раз говорю, зона сместилась, осадки неравномерные, температура повышается, зима была теплая, не знаю, в феврале начали кормить. Конечно, там, не знаю, агрономы были против, но я в принципе дал, ну, своим распоряжением заставил их кормить, не знаю, хорошо или плохо. Но успели подкормить под осадки, потом попали под два месяца, засоха была. Конечно, начало картина ухудшаться, ну, потом опять чудо, опять пошли осадки, картина опять немного улучшилась. К нам приезжали, ну, там, много ученых, и у нас три отделения. Два отделения, они в пойме реки, одно отделение на Бору. И также было три волны заморозков, ну, и как-то эти три волны заморозков больше всего нанесли ущерб, те поля, которые я заметил, были ниже. По уровню моря. Те, которые в поля находились выше, там, на Бору, как бы меньше пострадали. То ли они вставали в развитии, то ли морозом же, воздух холодный спускался, ну, стекал по низинам, а на Бору, может, и такой был перепад температуры. Ну, в общем, не знаю, чем объяснить. Ну, и пострадали два отделения, а третье отделение, как бы, ну, меньше пострадало. В общем, еще раз, что была зима, сели во влагу, зима была теплая, потом было три волны мороза, потом засуха, потом у нас пошли в мае, в середине мая, и до середины июня практически шли осадки. Вот. Приезжали, некоторые там смотрели одно поле, как раз после заморозков было таком поле, что из десяти побегов девять были поражены. Ну, центральный пол, если он отсутствовал. И поле, которое выглядело на 65, ну, такие поля 65 давали. Ну, это тоже, можно сказать, чудо, 40 все-таки, оно сыспанало. Ну, что хотел сказать, что мы занимаемся зимой уже 25 лет, и начинали с зерноградских сортов, потом и ставропольские съели, ну, с осторожностью относились к краснодарским сортам. Ну, в итоге, все равно, за 25 лет, всяких там экспериментов, все равно вернулись краснодарским сортам. Не знаю, вот. Ну, и все, мы в одинаковых условиях, они всегда дают более высокую урожайность. У нас в основном три сорта, Гром, Алексеевич и Таня в этом году. Ну, Таню как не ругали, что он там, не знаю, какой-то там, говорят, фертильный, никогда там качества не дает. Ну, у нас, не знаю, третий класс, второй год третий класс дает. Не знаю, почему. Ну, я еще скажу, сказать, что у нас, опять же, хозяйство в зоне рискованного земледелия, поэтому мы все им по порам. Вот у нас, допустим, 6 тысяч гектаров было озимой, 3 тысячи гектаров было по порам, 3 тысячи гектаров было, ну, не по порам. В основном, озимая по озимой, она озимая после, там, картофеля, там, риса и кукурузы. Ну, в основном, озимая по парам, а озимая по озимой. Так я уже говорил, что у нас основным фактором, лимитирующим влагу, поэтому мы держим пары, наверное. И, может, даже если будет ухудшаться климат, будем увеличивать количество парок. Вот. Что еще хотел сказать? Ну, мое мнение, у всех, как бы, технология одинаковая. И самое главное, как нас учат ученые, что, ну, должна быть равномерная обработка почвы, там, не глубже 5 сантиметров. Сеялка должна тоже сеять, и сеялка должна быть тоже достаточно хорошего качества, чтобы был равномерный сеял на одинаковую глубину. Потому что, чем будут равномерные сходы, тем лучше будет. И ученицы будут равномерно развиваться, они будут, там, душить его, деталь, себя. Поэтому, из маленьких секретов, что, вот, желательно обратить всем на обработку почвы, ну, конечно, на подготовку семян, как и, чтобы энергия прорастала, там, и остальная, там, энергия была в порядке. Ну, еще раз, что, если кого это интересует по краснодарским сортам, еще раз, по парам у нас, допустим, такие, ну, в основном я сказал, что Алексеев, Гром и Таня. Алексеев, средняя враженность, 64,9, Гром, 66, Таня, 76. Вот, как ни крути, Таня на тону дала больше. Ну, это даже средняя враженность. Ну, Гром, некоторые поля тоже догоняли Таню, за 70 у нас некоторые поля были. Но, опять, это, я говорю, даю тебе исключение, у нас, потому что осадки были, так, конечно. Ну, для нас это два чуда, можно сказать. Безостая 67, у нас и столичная вот ростовская селекция 50 было. Ну, от ростовских, наверное, будем уходить. Вот, по зимой, по зимой. Баград у нас дал среднюю роженую 48,8. Таня, опять же, на тону больше 58,7. Просто Таня ради эксперимента думает, давай по зимой, ну, поля, по зимой, по зимой. Ну, по зимой, на тону больше, не знаю, чудеса, не чудеса. Гром 47, на уровне богато, Горг 55. Ну, Горг одно поле было, не знаю, может, экстремного. Ну, ладно, а что еще хотел сказать? Ну, не буду, говорится, кстить, но могу сказать, что хоть там, не знаю, мы обвинят там. Ну, спасибо нашему губернатору, потому что за что спасибо? Ну, я еще раз говорю, всех технологий одинаковые, семена одинаковые. Конечно, мы по 3,5 центра селитра не можем себе позволить. Мы там 2-2,5 пока дошли до этого уровня. Ну, 3 года назад как-то, ну, в наше хозяйство приезжал губернатор, ну, и что-то там заорил. Как я зимой? Ну, там нормально, мы молились, мы молились, чтобы она разговаривала. А ты знаешь, как я молился? Поэтому спасибо нашему губернатору. Думаю, ну, это надо хорошо помолиться за всю Ростовскую область. Ну, несмотря, ну, на все, говорится, и катаклизмы Ростовской области. Ну, опять я скажу, что это чудо. И благодаря молитве губернатора мы там вышли на первое место. Если кого-то интересует, еще у нас был питомник. Ну, кто же, сеем, берем семена и также экспериментируем. Ну, питомник отдал, допустим, Юка 79, Таня 72, Безоста 75, Алексей 74, Степь 73, Сандробаш 73, Москвич 72, Баград 71 и Гром 71. Вот. И что касается, да, в этом году, опять же, пострадали те сорта, которые были раньше всего посеяны. Ну, те, которые раньше посеяны, больше всего пострадали. А те, которые были средние сроки и поздние сроки, меньше пострадали и давали урожая чуть выше. Ну, это, может, особенности этого года. Вот. И что хотелось сказать, что, да, в этом году поздние, не то, что ранние спелы пострадали, а пострадали ранние спелы, которым были рано посеяны. А поздний спелый сорт, допустим, Юка в этом году хорошо выглядел. Ну, я думаю, на него ставку особо, как бы, нет смысла делать, потому что этот год нестандартный. Я не знаю, такой вот раз в 12 лет, там, я не знаю, в принципе, когда там дожди идут, ну, нетипично. Вот обычно у нас там засох, а в основном и поздние спелые сорта подгорают. Но в этом году наоборот, как бы, они поздние спелые сорта вырали. Ну, в принципе, у кого какие вопросы выписывают. По Яшменю, что люди, вы говорите, по Ярову не надо говорить. Не, по Ярову не надо говорить. Молодкое слово, по Зиме Яшменю, если кого-то интересует. Я вот сколько раз, до 25 лет, я раза три пробовал о Зиме Яшмене, он все время у меня не получался. Ну, все время почему-то вымерзал. Ну, такая же картина и в этом году получилась. Нормально перезимовал, ну, зимой там, не знаю, три волны мороза было. Он, конечно, был в ужасе. И, честно говоря, там, я вообще думал, если там что-то вырастет. Ну, как ни крути, вот и Карера такую 42 дал. Даже на то, что там от него стало, 30-40 процентов 42 дал. И Уран 56. Ну, с Зиме Яшменем надо тоже осторожно задеваться, из моего опыта. Потому что рано посеешь, плохо, поздно посеешь, тоже плохо. А мы же не можем знать, какая фотосинь там может быть. Поэтому культура, может, и хорошая, но очень капризная и рискованная. Ну, кто любит рисковать, тот, конечно, может сеять озимые пшеницы. Я очень. Ну, заяры вы говорили, мы не будем, что время не деля, да? Да, Владимир Васильевич, а вот февральская подкормка, да, смещённый сев озимой пшеницы в сторону поздних сроков, да? Вот, вот, этого вы будете придерживаться или по ситуации? Не, ну, надо смотреть ситуацию, но, опять же, определенный риск всегда существует. И всегда решение, как бы, за руководителем или за агрономом. Как бы, ну, мы же сами говорим, что непредсказуемая года. То есть уже что-то там просчитать наперёд невозможно. Я, конечно, ожидал какого-то подвоха, потому что агроном года, ну, не может быть там всё прям шоколадно. Осень хорошая, зима тюглая. Ну, вот так и получилось, что потом морозы, как бы, неожиданно, может, или как-то. Ну, даже не знаю, что посоветовать. Мне кажется, надо работать, как мы работали. Сильно сейчас, мне кажется, не надо там искать каких-то там волшебных технологий или таблеток. Ну, единственное, что как Голубь говорит, надо молиться, доставать молитвословы и молиться, я думаю, других вариантов нет. Мы всё делаем, что от нас зависит, и все делают практически одинаковые все мероприятия. А вот на питомнике вы проверяете сорта, ну, своего рода более агронома, новые сорта какие-то вам приглянулись, которые вы будете вводить в производстве этих посеваний? Ну, я думаю, можно, если кого-то интересует, ну, я говорю, вот, допустим, у нас в этом году по парам сварок 68, дубля 68, ну, это два сорта, их можно пробовать. Вот. Не знаю, с Адербайджика это тоже можно пробовать, не знаю, москвичев старый сортом, зимостойкий тоже можно пробовать. Ну, это уже, конечно, старый сорт, немного. Ну, москвич, да. Ну, не знаю, как бы ни крути, Таня, ну, Юка тоже, ну, не знаю, по крайней мере, Юка, и в Краснотасском крае у нас завоевывают какие-то, ну, площадя. Юка, сварок, дублет неплохо смотрелся, ну, опять-таки, да поэтому, как на следующий год будет. Ну, у себя вы, как и оставите, Гром, Алексей, Чтаня. Да, мы оставим, мы оставим, потому что, опять же, за все это время, все-таки у нас по многолетним данным раннеспелые сорта и раннеспелые дают больше урожая, потому что часто попадают под заскуп. Поэтому мы их оставляем, и, опять же, Гром и Таня, они обладают высокой, ну, как бы, пластичностью, если там, не знаю, высокой у них степень регенерации, кустистости. Даже вот в этом году, то есть она пострадала от мороза, Таня, она быстро восстановилась, кинула там дополнительные побеги. Ну, кажется, удивительный сорт, не знаю, спасибо, там, Пескалов уже передайте, да, и за Гром тоже спасибо, в принципе. Ну, не знаю, вот сейчас вот Гром и Таня, по морозостойкости они там средние морозостойки. То есть, по-моему, повышенная, ну, тоже есть угроза, конечно, что, когда, если будут большие морозы, может быть, они будут, но пока вот проскакиваем, не знаю, насколько будем скакать, но пока скачем уже сколько лет. Есть вопрос к Владимиру Васильевичу, к тебе, я думаю. Морозы, вы считаете, не повлияли? Почему повлияли? Если бы не было Морозова, не было бы засуги, они на Горуча, может, по 80, по 90 получили. Конечно, повлияли, конечно, они... Просто есть РТА, которые быстро отходят, я говорю, Таня, тут же Гром. Есть РТА, которые... У них просто локально сложились так условия, это не типичное для пролетающих. А с мая, с вами метров осадка будет. Ну да, мы жарим, это вот чудесно. Поэтому, ну, прошлый год так же, смотрите... Гомернаторов приглашайте, вы, да? Покупайте Морозова приглашайте. Да, я тоже. Покупайте Морозова. Покупайте Морозова. Не, мы уже не первый год, Гром вот, допустим, лет пять сеем, но у нас на первом месте по урожайности Гром. Как ни крути. Ну, Таню мы второго уже сеем. В прошлом году он тоже больше всех давал, я в этом году больше всех, не знаю. Своим опытом делюсь. Алексеич на уровне Грома идет. Безостая сторона, в этом году вроде ничего. В прошлом году, позапрошлом нормально, в прошлом провалилось, мы не отказались. Смотрится красиво. Знаете, здесь смотрится, смотрится красиво, но не сыпет. А здесь не смотрится, сыпет. Ну, мы выбираем те, которые сыпят. Пусть они не смотрятся. Я не знаю, у нас в основном тоже четверка, тройка нет. Урожки в этом году мало было. Рекомендуем расширить особо. Старопольский очень многое занимать. Кстати, вопрос и просьба к селекционерам. Выросите, да не знаю, почему в Аргентине есть там 90-е азима? Ультраскораспелы? Попробуйте их. Почему у нас им не заниматься? Азимы 90-е никак не может быть. Ну, не знаю. Я читал, что они сеют осенью азимы, потом там в марте или мае убирают и сеют. У них вот два. Надо не читать. Надо побывать в Аргентине. Прыгайте, чтобы все урожать. Это сейчас ужаса, если зимы не будет. Реклику можно. Но в этом году по качеству, ребята. Ну, мы же тоже... Что это самое? Не бывает чудес. Бывает же. Постоянно чудес. Может, постоянно чудес. Этот год особенно. Ну, вы смотрите. Значит, вот в жизни, когда не было протеина, 14-15 с половиной. Ага. В этом году 100% мне 14-15 с половиной. Это... Это боженька. Это надо здесь очень серьезно задумываться. Мне так кажется. Почему? Почему? Потому что... Вот я уже заметил, что вот уже у нас второй год такой вот засухи нет ни с осенью, ни зимой. Да. И... Как правило, вот... Ну, ни один же сорт нигде, я вижу, полный свой потенциал нет. Ни один нигде сорт. Поэтому, мне кажется, все-таки то, что... А вот уже на протяжении которого времени... Позднеспелая сорта. Вот югу я списал. В прошлом году она провалилась, потому что она не успевает сформировать урожай до вот этого палева, страшного, без влаги. Значит, дуплет в этом году суперили там. То же самое, о котором говорил Леонид Петрович. Вот такой колос. 70 зернов в колосе и 27 урожай на земле. Вот. И не вопрос в зимостойкости. Вот даже наша зима, вот уже протяжении... каких лет, ни один раз уровень даже морозов, уровень холода не достиг те показатели, которые способен перенести сорт. Вот. Поэтому у нас все меняется. И то, что это... Как раз они чудеса вот эти вот и идут. Вот. Вот. У меня сын, Гриша, агроном тоже. В прошлом году, а вот позапрошлом году, без Павлова горела, 50 лет наблюдений, нет такого года, как этот год. Нет такого года. И нет одинаковых, хоть и сто лет возьми, одинакового года сельскохозяйственного нет. сельскохозяйственного нет. Поэтому, вот в нашей зоне я прихожу к такому выводу, что все-таки, значит, больше успевают сформировать урожай, это ранние, средне-ранние и средне-ранние сорта. И вот нам кажется, в нашей зоне на это надо делать ставку. Зимостойкость у нас вот вторая зима без мороза практически. И такая примета, вернее, такое мое, ну, будем говорить, наблюдение. Наблюдение. Значит, если зима, вернее, как, логика какова? discord, значит, среднень. Как положительные, среднегодовые температуры они сбываются, В средняя, отрицательная температура они тоже сбываются Соза. Созсигает весна. И когда зима, осень без мороза, зима без мороза, значит, отрицательные температуры пришли весной. icipей весной. Вот. И тут вот тоже очень характерно, у меня, я не знаю, кто так замерзал. Кстати, у вас какой мороз? Сколько выпуска раз? У нас до 12. До 12. Какой ли, до 20 у нас? Воздух и были. Воздух и были. Я не знаю. Нет, 12, я держала. Я не знаю. Это уже посуды. Ночью, ночью, 3 часа с 3 до 6 мороз, это все-таки продолжительное время. С 3 до 6 мороз, но так замерзать, как мои замерзли, ну, в округе, я не знаю, никто не замерзал. Но вы имеете ввиду мартовские, апрельские? Да, апрельские. Апрельские, апрельские, начало апреля. 20 там не было, конечно. 20 это может быть. Но просто, просто надземная часть умерла. Растение умерло. Просто желтое соломистое поле. Вот здесь фотографии, если кто-то это. Значит, и потом, вот тут, вот тут и чудо. Я считаю, что это чудо. Я думал, что это... Крах. Крах. Что это надо пересевать, что это надо перекультивировать. Но, еще в чем вопрос. В сходы зашли 21 декабря. А, что ли, 21 декабря. И пошли хорошие, ровные и дружные сходы, и плотность примерно заданная. Все как бы нормально. Но, поскольку же отставали, думаешь, ну, сейчас надо ее вытаскивать за уши, как бы, так сказать, на свет Божий. Один раз под корм по 130 килограмм, да, по физическому весу. Значит, пошла, зеленеет, все развитие, фонд замечательный. Второй раз 200 сиялка, и на тебе минус 12, и все стало. Некормленные, ну, соседние, ой, некормленные посылки. Лучше перенесли и более, так сказать, остались ежегодно. Как говорит один агромот повезло, разгибли. Значит, ну да, ну, значит, тоже надо этот вывод, вот, иметь в виду стратегию весенних подкормок в расчете на то, что... Ну, кто бы нам сказал, что у нас будет... Да, это было совещание февраля месяца, об этом и говорили. Марк месяца с подкормкой, рано. Значит, ну, марк месяц, это рано. Февраль месяц, 20 февраля. Февраля никто не кормил. Марк месяц, 20 марта, это рано. Ух ты, я кормил курс. Какие сорта ваши пострадали от мороза, а что дали? Значит, у меня было Алексеевич, Ваня, Духлет, значит, и пострадали все. Ваня больше всего. Ну, у меня еще морозостойкость у Ваня была. Значит, теперь морозостойкость, и можно мне мнение просто отрицать? Значит, морозостойкость к этому явлению, морозостойкость сорта к этому явлению, мне кажется, не имеет никакого абсолютно значения. Один вопрос, понятие морозостойкость сорта, а второе понятие, или второй фактор, который мы имеем, уже на интенсивно вегетирующие растения, в бобах, как обухом по голове, минус 12. Это не показатель морозостойкость, пускай он будет самый морозостойкий, пускай он будет не это, но вегетирующие растения. Морозостойкость это переносит, когда он в зиму, в фазе абеноза. Да, да, вот, поэтому это не морозостойкость, а вот концентрация сахаров на весну, все-таки, все-таки влияет. Поэтому тут и подкормки, тут и, вот это, мне кажется, что надо мероприятие проводить раннее весеннее, именно на повышение концентрации сахаров в клеточном сумме. Так, после мороза они у вас восстановили спаля? Значит, после мороза, вот в чудочек, после мороза, Дваня Яич, думал, что я их перепошу, вырубал, вернее, выкопал дворянка до дому под кран, подмораживаю, докормили сыном, говорю, все, 10 дней сюда не заходим и душу не рвем, что, ну, жуткая картура. Значит, с неделю без движений, и растение, разбираешь растение, откапываешь, запах такого недосуженного растения. Запах недосуженного растения. Значит, и потом, через недельку начал проявляться, пробиваться листик, пробиваться листик. Вышел листик, на поле проезжаю тоже, дождя нет, дождя нет, тоже листик. И когда только вышел один листик, и чуть-чуть зеленый фольк по пулю, начали работать по листу, начали работать стимуляторами, подкормочками листовыми, и пошел, 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 и Ваня пошел все, и, значит, Ваня закладывает, узел пущения живой, Ваня закладывает сразу два, ну, не продуктивных еще, два второго порядка подбия. Да он заложил, смотрю, заложил-то он заложил, а вытащить он или не вытащить? Этим одним листом, значит, и опять через, там, неделька, опять мы стимулятор, опять подкормочка листовая, пошел, пошел, и эти два вышли, давай тебе, продуктивными колосиками. Вот, Ваня особенный, кстати, восстановился. А? Павел, сколько? Слова. Ну, давайте дойдем. Восстановился, восстановился полностью, очень хорошо, конечно. Конечно, при этом часть погибла растений, то есть от этого мороза часть растений погибла. И тут еще такой естественный отбой, все-таки погибли самые, я так понимаю, что самые слабые, а те, которые посильнее, те остались. И вот это вышли. Вышел, восстановился лист широченный, зеленый, ярко окрашенный, миниантарный, зеленый цвет, значит, заложил колос, вынес колос, околосился, отселся, шикарное все, значит, и в молочную спелость засол. Вот что это, это явление. И в молочную спелость засол. Это и дуплет, это и Ваня Меньше Алексеевича. А зимой еще? Дождение только потом в мае вышло, 52 миллиметра дождя. Слабая корневая система не вынесла. И система корневая. Значит, корневая система, как никогда, была не слабой. Вот я хотел захватить с ног с корнями для того, чтобы это... Но я думал, что будет и кубанцы, представляете, так сказать, чтобы это с ними посоветоваться. Но поскольку кубанская обширица у нас нет, не пристал уже замораживать. Была сильная, нормальная, когда-нибудь про случай, я вам покажу, нормальная корневая система. Но вот что происходит? Ну вот это вот неестественное петло какое-то, это вот в июне месяце, я считаю, что оно как-то влияет. Или мы что-то не знаем. Или мы не знаем, что выключает растения. Умное знание. В следующий раз, Клявер Георгиевич, привозите, чтобы он был коррективный разум. Да не вопрос, я... У вас в Ставрополе есть что-то похожее на тани, на рост, чтобы тоже были такие растения, которые весной там хорошо... Отошли, но не так? Нет, выстрали, нет. Весной мы там быстро растем. Нет, я не могу привести пример, как тани. А сына у них хорошая ссорка? Хорошая ссорка, но такого нет. Он просто-напросто усочен, он как развивался. У нас, во-первых, в Ставрополе вегетация-то на работе везде. Просто-напросто не прекращалась. И они сами по себе шли, но немного с изменением сроков, которые вот при благоприятных условиях. А так, чтобы вот таких случаев я не могу привести. Гальзанович, я знаю, хочу вас очень обидеть. Вы предупреждали с Назаренко в первом месте на совещании по поводу того, что не кормить рано, что не было осадков. Хочется кормить? Нет, не было это. А вы что, знали, что в апреле месяце морозы будет что-то? А он расскажет о том, что была развита зима пшеница, и не надо было ни рано кормить. Какая-то развита была. Какая-то развита первое место была. Поро-назаренко, о чем вы говорите? Наверное, каждая зоня... Каждая зоня, наверное... Конечно. Ну, давайте мы уже не двигаемся.